Я сейчас буду говорить небольшую проповедь, и потом будет молитва за исцеление. Сегодня я бы хотел говорить о некоторых важных моментах в исцелении. Вы знаете, что помазание Святого Духа является силой Святого Духа. И именно это помазание, оно исцеляет неизлечимые болезни. Именно это помазание освобождает людей от рака, от туберкулеза, от артрита, от рассеянного склероза, от паркинсона. Послушайте, для помазания Святого Духа нет болезни, которую он не может исцелить. Дух Святой сейчас на земле, и Дух Святой исцеляет сегодня неизлечимые болезни во славу Иисуса Христа. Вы должны знать, что Дух Святой и Его сила творили человека, творили Его тело из земли, из глины, из пыли, из праха. Поэтому люди говорят, прах возвратится к праху. Но именно Дух Святой творил. И Дух Святой знает все органы человека. Он знает нервную систему человека. Он знает иммунную систему человека. Он может исцелить человека от ВИЧа, от СПИДа. Он может исцелить человека, который сидит в инвалидном кресле, и поднять его. Потому что Дух Святой, Он сотворил человека. И когда Дух Святой движется, и у человека есть вера, вера человека, ожидание Бога, ожидание и вера в то, что Бог может это сделать, являются очень важным пунктом в исцелении. Но послушайте, в этот момент, когда Дух Святой касается, человек получает исцеление в своем позвоночнике. Человек получает исцеление в тазобедренных суставах, и он встает на свои ноги и начинает ходить. И люди бросают палочки, бросают костыли. Люди могут вставать с колясок и бегать. Почему? Потому что Дух Святой является Творцом человеческого тела. Дух Святой может убрать из человеческого тела любую болезнь. На место больного органа Дух Святой может поместить здоровый орган. На место больной клетки Дух Святой помещает здоровую клетку. Мы должны знать, что Дух Святой – это Бог. Это Бог и это Личность. который думает, у которого есть свое мнение, у которого есть свои чувства, у которого есть свой интеллект. Помасание, друзья, это сила Святого Духа. Она такая же реальная, как сила электричества. Она такая же реальная, друзья. Эта сила, она ощущается телом человека. И сегодня, когда мы говорим об исцелении, мы должны знать, какие бывают исцеления. Вы знаете, что исцеление есть двух видов. Есть исцеление мгновенное и есть исцеление постепенное. И мгновенное исцеление. Мы очень часто видим и слышим, как люди говорят о том, что были мгновенно исцелены. В Писании говорится, что Иисус исцелял людей. Он говорил, встань и ходи. Человек мгновенно исцелялся. Он вставал и ходил. Но также были постепенные исцеления, когда Писание говорит, он молился. И человек говорит, я вижу, как размыто. И он продолжал молиться. Постепенное исцеление, друзья, это тоже исцеление от Бога. Почему Бог, бывает, не делает мгновенного исцеления, а делает постепенное? Я думаю, вам будет интересно это знать. Потому что Бог работает с сердцем человека. И очень часто он не убирает болезнь резко, потому что человек сразу же потеряет отношение с Богом и с церковью и уйдет в мир. Поэтому Бог исцеляет его постепенно, чтобы человек утвердился в церкви, чтобы человек остался в молитве. Многие люди, они даже Богу не молятся без проблемы, без болезни, без нужды. Они не находят для этого время. Они очень заняты. И только когда случается какая-то проблема, человек находит время для Бога. И вот я хочу вам сказать, что постепенное исцеление, оно реальное и оно стопроцентное. Буквально сегодня я читал одно свидетельство. Как один маленький мальчик, который болел болезнью крови, и он буквально умирал. Уже его родители, представьте, он был маленький, ему было до 10 лет. И представьте, он умирал, и уже было все безнадежно. Родители, что они переживали? Это просто, когда читаешь, слезы текут, это ужас. И в один момент Бог этому маленькому мальчику проговорил. Он ему проговорил. Говорит, еще не время. Потом прошло время, и была опять молитва, и опять было собрание. И опять был крусейд. И на этом крусейде Бог ему проговорил. Говорит, ты будешь исцелен, и назвал дату и время этому маленькому мальчику. И он запретил ему говорить об этом кому-либо. И вы знаете, опять был крусейд. И он был на крусейде исцеления. Знаете, есть люди, которые надеются на Бога, которые ходят на крусейды. Если они даже не исцелились, они продолжают идти. И вы знаете, в тот момент, когда он был на крусейде, сила Божья прошла через него. И он был полностью исцелен. Есть люди, которые получают исцеление сразу. Есть люди, которые получают исцеление позже. Я знаю, что сегодня есть люди в этом зале. И также есть наши телезрители, которые должны получить исцеление от Бога. Вы должны получить реальное исцеление. Вы знаете, исцеление – это великое Слово Божье. Я называю это чудом. Потому что когда у тебя в теле есть болезнь, и в одно мгновение она исчезает, и ты видишь, что ее нет. Какое это счастье? Это же чудо Божье. Это сверхъестественное действие Святого Духа. Это сверхъестественное действие помазания. И когда это помазание проходит через человека, и человек внутри, он знает, я исцелен. И он видит эти исцеления. Один человек, он описывает свое свидетельство. Это исцеление из ряда постепенных. Когда было собрание, и во время молитвы, прямо он получил исцеление. Он получил его в духе. Он знал, что он исцелен. Но у него был рак, раковая опухоль. И эта раковая опухоль, она прямо была вне его. То есть она была не внутри, она была на теле. И представьте себе, что эта раковая опухоль осталась. И он говорит, я исцелен. А ему говорят, почему ты так решил? Потому что внешне все как и было. Он говорит, я внутри знаю, что я исцелен. На второй день он говорит, я исцелен. И дьявол ему стал говорить, ты не исцелен. На третий день сатана ему стал говорить, ты не исцелен. У тебя эта опухоль осталась. Он говорит, я внутри знаю, что я исцелен. Дьявол, уйди, я все равно верю, что я исцелен. Восьмой день, он говорит, я исцелен Девятый день, опухоль остается И дьявол говорит, ты больной Он говорит, нет, я исцелен И на десятый день, его опухоль просто утром отпала Когда Бог в сердце в твоем вкладывает В веру в то, что ты исцелен Ты должен держаться этого и не смотреть на симптомы Не смотреть на то, что ты видишь физическими глазами Потому что если ты внутри знаешь, что ты исцелен Значит ты исцелен И что бы ни происходило вне, все равно ты увидишь своими глазами Как все твое тело обновится Амин Аллилуйя, давай Богу воздадим славу Вы должны также знать, что самое важное для нас Когда мы сидим здесь Это вера великого Бога Который творит чудо Мы должны верить в то, что Бог творит чудо Многие люди сегодня, они сомневаются в том, что Бог может сделать это в их теле Эти сомнения, подобно яду Они отравляют вашего внутреннего человека Они отравляют вашу веру и приводят вас к разочарованию Вы должны знать, что нужно верить в чудо Нужно верить в то, что Бог творит невозможное Нужно ожидать это чудо Когда мы смотрим в Писание Люди, которые приходили к Иисусу Они верили всем сердцем, что Иисус это сделает Когда в Артемии кричал Иисус, сын Давидов, помилуй меня Иисус позвал его И в тот момент Иисус, он не возлагал даже рук Он просто спросил Он говорит, ты веришь? И он сказал, да, я верю И он сказал, по вере твоей, да будет тебе В Артемии верил, что придя к Иисусу Он получит полное исцеление своей слепоты Дорогие друзья, мы, будучи людьми, которые могут иметь болезнь Должны иметь веру, что когда сойдет помазание Моя болезнь, она уйдет на крест голговский А благодать Иисуса Христа исцеляющая Придет в мое тело И мое тело будет исцелено Если у тебя сегодня рак Если сегодня онкология Если сегодня раковые клетки Если сегодня метастазы Ты должен веровать, что когда сойдет помазание И сила Святого Духа наполнит этот зал Помазание Божье разрушит этот рак Халилюя! Если сегодня ты сидишь в инвалидном кресле И твои ноги, они скованы Они искорежены артритом, артрозом Послушай, ты должен веровать, что когда сойдет помазание И сила Святого Духа наполнит этот зал И помазание пойдет по твоему телу В этот момент ты смело встанешь и пойдешь Халилюя! Помазание Божье Исцеляющее помазание Это именно то, что творит чудеса Сегодня каждый человек, он должен верить в чудо Следующее Каждый человек, который сегодня находится здесь Также смотрит нас по телевидению Вы должны знать, друзья Мы должны надеяться на Бога, а не на человека Когда люди, находясь в зале Или находясь в своей комнате Прямо в своей комнате Когда вы ожидаете от Бога Когда вы ищете Христа Когда вы ожидаете только от Него Когда вы ожидаете только Его присутствия И вы говорите, Бог, только ты Только ты, не проповедник Но только ты, великий Бог И только от тебя я жду Когда ваше сердце соединяется своей верой С Его сердцем В этот момент, друзья Помазание высвобождается Запомните Надежда на человека Никогда не принесет исцеление Надежда на то, что сделает человек Возложит на тебя руки Или еще что-либо Сделает там какую-то особенную молитву Нет, друзья Это не работает Когда ты уповаешь на Бога Сам Дух Святой подойдет к тебе Сам Бог сделает так, что кто-то подойдет к тебе Может быть даже сосед, стоящий рядом Может кто-либо Просто возложит руку на тебя Потому что Дух Святой ему скажет Сила Божья пройдет через твое тело Потому что твое упование было не на человека Твое упование было на Бога Итак, надейся только на Бога Следующее Дорогие друзья, мы разбираем очень важные вещи Которые сегодня важны для того, чтобы человек Он имел благословение в жизни Работу Святого Духа Полное исцеление своего тела Нужно простить своих обидчиков Обида может быть препятствием на пути исцеления Обида может быть причиной, почему дьявол имеет контроль над вашим телом Почему не приходит сила Божья Поэтому сегодня нужно простить Возможно нужно простить своего отца Возможно нужно простить свою маму Возможно нужно простить кого-то из родственников Возможно нужно простить кого-то, кто сделал вам больно Может это был парень, девушка Может быть кто-то лишил вас денег И поступил с вами крайне несправедливо Нужно простить его и развязать самого себя И все скажут, аминь на это. Также, друзья, нужно оставить грех, о котором вы знаете. Вы знаете, когда речь идет о грехе, я не говорю о том, чтобы человек копался в себе. Но бывает, Бог явно и уже долгое время говорит тебе о том, чтобы ты что-то оставил. Чтобы ты что-то оставил. И Он повторяет это тебе, Он говорит это тебе. И ты это знаешь, но ты противишься. Нужно сделать этот шаг сегодня. Нужно оставить этот грех. Нужно отречься от него. Потому что грех может быть причиной вашего нехорошего состояния. Через грех бесы могут контролировать жизнь человека, его тело. Содержать человека в болезни. Поэтому, когда ты знаешь, о чем тебе говорит Бог. Когда сейчас я проповедую, и ты знаешь, о чем идет речь. Ты знаешь, что сейчас Бог говорит к тебе. Ты знаешь, что Дух Святой сейчас проговаривает твою жизнь. И ты знаешь, о каком грехе идет речь. То значит, сегодня пришло время оставить этот грех. Аминь. Вы знаете, что сильно всегда влияет на исцеление. Что сильно влияет. В самом деле, одна из вещей, которые очень сильно влияют на исцеление и на работу Святого Духа. Это сделать то, чего ожидает от нас Бог. То есть, дать Богу обет служения. Многие люди, которые получили исцеление, в том числе и я, я получил исцеление, друзья, от Бога 21 год назад. И я вам скажу, что до этого я молился целый год. Я не был в церкви, но я молился час в день. Час в день я молился стабильно. И я просил Бога исцелить меня. Но мое состояние только ухудшалось. Мне было хуже и хуже. Меня положили в больницу. Я пролежал в больнице больше месяца. И меня перевели в другую больницу. В той больнице я пролежал тоже. Может быть, полтора месяца, а может, даже больше. Но меня не выписали, а с той больницы перевели в третью больницу. И в третьей больнице я тоже лежал. Четыре с половиной месяца в общем я пролежал в больницах. И мне стало только хуже. На этих больничных койках я намучился так сильно. Все, что я проходил, это был ужас. На моих глазах умирали люди. Мои ровесники, которые сидели со мной за столом. Они уходили в свою палату. И буквально через несколько часов нам говорили, он умер. Вы знаете, это было так серьезно. И я молил Бога, чтобы Бог меня исцелил. Но ответа не было. И только в тот момент, когда я встал на колени, и я сказал Богу, Бог, я обещаю всю свою жизнь служить Тебе. Только исцели меня. И сила Святого Духа сошла в мою комнату. И сила Божья обрушилась на меня. И она втекала прямо в мои руки. И вы знаете, братья и сестры, я получил тогда мгновенное исцеление. Я был полностью исцелен. Вы знаете, Писание говорит нам о том, что жила такая женщина. Ее звали Анна. У Анны, у нее была проблема. В ее теле. И эта проблема называлась бесплодие. И это бесплодие, это было проклятие на ее жизни, которое выражалось в физической форме. И ты знаешь, Анна, она каждый год приходила в храм и молила Бога, чтобы Господь, Он ее исцелил. Но Бог молчал. Но Бог не исцелял ее. Бог ничего не делал в ее жизни. Она продолжала каждый год приходить в храм. Жизнь проходила. Но она говорила, Боже, исцели меня. Но Бог не исцелял ее. И я вам хочу зачитать сейчас. Первое царство. Первая глава, 10 стих. И была она в скорби души. И молилась Господу, и горько плакала, и дала обет. Я повторяю, и дала обет, говоря, Господи, Савовов, если ты презришь на скорбь рабы твои, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твои, и дашь рабе твои, дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Посмотрите. Она дала обет, который связан со служением. Который связан со служением. Она говорит, я отдам этого сына, если ты мне дашь его, на все дни жизни, на служение Господу. На все дни жизни, на всю жизнь, когда ты даешь Богу обет, на всю жизнь, Господь, на всю жизнь служить тебе. Это обет, который слышит Бог. И послушайте, Писание говорит, Бог явил славу свою. 20 стих. Через несколько времени зачала Анна, и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила она, от Господа я и спросила его. Братья и сестры, удивительно, удивительно, что когда она дала обет, обет привел в действие исцеляющую силу Святого Духа. Обет приводит в действие силу Святого Духа сегодня. И когда помазание Божие движется по залу, Бог смотрит, что говоришь ты. Возможно, ты сегодня молишься Богу, но ты не служишь Богу. Ты сегодня не хочешь служить Богу. Для тебя сегодня церковь не важна. Для тебя вся работа, которая сегодня ведется для Царства Божьего, она сегодня чужда. Может быть, сегодня ты приходишь на собрание, может ты даже что-то делаешь, но на самом деле твое сердце, оно не вполне предано Богу. Может быть, ты не отдал себя на служение Богу, а просто верующий, номинальный прихожанин. Вот она причина, почему сила Божья не высвобождается. Сила обета, друзья, когда звучит обет, когда Богу говорится, Боже, я сделаю это для Тебя, я отдам всю свою жизнь на служение. Именно тогда сила Святого Духа. Друзья, Дух Святой – это личность. Он смотрит в твое сердце. Он всезнающий, Он читает твои мысли, Он сердцеведец. И когда твое сердце отдается Богу на служение, когда твое сердце отдается Богу на служение, именно тогда, друзья, друг мой, именно тогда Дух Святой, Он принимает это решение и высвобождает свою силу на Тебя. Сегодня многим людям нужно отдать свою жизнь Господу, нужно отдать свою жизнь Спасителю. Аллилуйя! Следующий шаг, когда помазание Божье проходит через Тебя, Без всякого сомнения, с полной верой, сделай то, что ты не мог. Сделай то, что ты не мог сделать. Иисус, когда Он исцелял больных, братья и сестры, Он всегда одну вещь говорил. Он говорил человеку, у которого была сухая рука. И этот человек никогда не мог этой рукой двигать, она была засохшей. Но Он поставил его посередине, и Он сказал ему, сделай то, что ты не можешь. Он сказал, протяни руку твою. И человек, который не мог протянуть руку, он подчинился словам Иисуса, и Он взял и протянул руку. И стала рука его здорова. Когда человек лежал 38 лет и не поднимался с постели, Он говорит ему, встань и ходи. И этот человек не стал спорить с Иисусом и доказывать ему, что он 38 лет уже хотел бы встать, но не может. Он просто подчинился его слову и сделал то, что не мог. Встал и пошел. Когда Бог исцеляет больных, когда Бог исцеляет людей в колясках, Он всегда им говорит, прежде всего, смотря на их послушание, Он говорит, встань и ходи. Встань и ходи. Когда человек, у него болела спина, и он не мог пошевелить спиной, он не мог наклониться, он говорит, сделай то, что ты не мог. Каждый человек знает, что причиняла ему боль. Но когда помазание приходит, самое важное, друзья, сделать то, чего ты не мог. Этим ты свидетельствуешь, ты заявляешь, что ты рассчитываешь прямо сейчас на полное исцеление. И когда ты увидел, что ты исцелен, когда ты двигаешь своими руками, ногами, твой следующий шаг нужно обязательно прославить Господа. Нужно выйти на сцену и засвидетельствовать о славе Божьей. Сказать, да, Бог сегодня меня исцелил, и я благодарю Его, я славлю Его, я величаю Его. Вы знаете, Писание говорит, в салмах написано, Бог говорит с человеком и говорит, такие слова. Говорит, ты призовешь меня в скорби, и я, Бог говорит, избавлю тебя, и ты прославишь меня. Он говорит, ты призовешь меня в скорби, я повторяю, ты призовешь в болезни. И Бог говорит, я избавлю тебя, я чувствую помазание, я сейчас говорю, друзья, я чувствую помазание сейчас в этом зале. Говорит, я избавлю тебя, говорит, и ты прославишь меня, Бог хочет избавлять сегодня и исцелять Бог хочет сегодня действовать Друзья, помазание Святого Духа уже сейчас здесь Бог хочет сейчас действовать Исцелять, исцелять, избавлять Избавлять Для того, чтобы ты прославил Его имя Аллилуйя О Иисус Аллилуйя Следующий пункт, друзья Не верь симптомам Если в сердце ты получил уверенность, что ты исцелен Не смотри на симптомы Благодари Бога за свое исцеление Оно может быть постепенным Не принимай симптомы Храни веру В тот момент, когда ты получаешь исцеление Никакие симптомы не должны ни в коем случае тебя коснуться Я слышал много свидетельств о том, как люди получали исцеление И потом приходил симптом Атака дьявола Но послушайте, на самом деле это не болезнь На самом деле это симптом, который посылает сатана Для того, чтобы уловить тебя в этот симптом И вернуть тебе болезнь Но если внутри тебя вера Ты должен противостать этим симптомам И сказать Я исцелен во имя Иисуса Что нужно делать, когда человек получает симптом Когда симптом появился Чтобы вы знали В этот момент очень важно сказать вслух И сказать с твердой верой Вопреки тому, что ты чувствуешь сказать Я исцелен И ты увидишь, как бесы отскакивают от тебя моментально И эти симптомы развеиваются, как дым, как туман И ты понимаешь, что это был дьявол Никогда Никогда не прислушивайся к симптомам Всегда храни веру Аллилуйя И в заключении, друзья, я хочу сказать Признаки исцеления Когда тепло проходит по вашему телу Вы должны знать, что сила Божья Исцеляет вас Также вы можете чувствовать электрический легкий разряд Бывает у людей А не менее той части тела Где была болезнь А не менее холод Также человек бывает испытывает резкую боль И еще один Это дуновение Когда ты чувствуешь, как будто кто-то дует на тебя И это ветер Святого Духа Он может быть горячим И в этот момент, когда ты это ощущаешь Нужно сразу после этого быстро делать то, что ты не мог Потому что сила Божья прошла через тебя И ты можешь вставать Ты можешь делать что-то, чего ты не делал раньше И слава Божья И слава Божья опускается на тебя Дорогие друзья, вы должны знать, что помазание Святого Духа Сила Святого Духа Это реальная сила Твое ожидание сегодня Оно притягивает к тебе эту силу Дух Святой Как мы вчера говорили с пастором Ральфом Он действует, реагируя на нужду Реагируя на веру Реагируя на то, где человек всей своей верой Он ожидает от Бога чуда Редактор субтитров А.Семкин